Доброго времени суток, Катаны. Автор этой заметки Александр Любомирский, а читает её Егор Дегтярёв. Последний спектакль госпожи Гильотина. Говорят, что прирождённых преступников не бывает, а криминал произрастает из условий воспитания. Врут. Пойген Вайдман, законченная мразь и убийца шестерых человек, один из самых жестоких бандитов в истории Франции, рос и воспитывался в условиях прекрасных. Он родился в 1908 году во Франкфурте-на-Майне, в семье преуспевающего коммерсанта. В семье этой царил полный достаток. Мальчик ни в чём не испытывал нужды, родители жили душа в душу. Однако уже с ранних лет... Однако уже с ранних лет Пойген пугал родных вспышками злого, проявлял склонность к воровству. Когда в 1914 году грянула война, мальчика отослали в деревню к дедушке для перевоспитания. Но там криминальные наклонности его только усилились. На деревенских харчах мелкий воришка подрос, возмужал. И в 20-е годы начал реализовывать свой потенциал по полной программе. Западная Германия, Париж, Канада. Вайдман колесит по миру, занимая себя кражами, грабежами и похищениями. Для таких джентльменов удачи, ревущие 20-е были золотым веком. Но и в работали отнюдь неполные идиоты. В 1931 году, после очередной плохо продуманной попытки похищения, похождения Гера Вайдмана заканчиваются в тюрьме Саар Брюкена. Там ему предстоит провести следующие 5 лет. Для прирождённых бандитов 5 лет то не срок, а жизненный урок. В тюрьмах они не страдают от моральных угрызений и не раскаиваются, а только продумывают планы будущих преступлений. Нарабатывают полезные связи. Так случилось и с Вайдманом. В тюрьме он сошёлся с парой французских мошенников, отбывавших срок за какие-то мутные валютные спекуляции. Новоявленные три мушкетёра разработали план. После отсидки рвануть во Францию, где зарабатывать на жизнь грабежом богатых туристов в Париже и окрестностях. К делу подошли с истинно французским шиком. Из своих злодеяний разбойники сняли фешенебельную виллу в Сен-Клу, западном пригороде столицы. Туда предполагалось заманивать жертв под разными предлогами и грабить. Тем более, что Вайдман и его сообщники подоспели как раз к началу в Париже всемирной выставки 1937 года. Выставка стартовала в последних числах мая, и улицы буквально кишили праздными зеваками с толстыми кошельками. Уголовники напали на золотую жилу. Но первый блин и у бандитов бывает комом. Залетевший на виллу наивный турист оказал грабителям достойный отпор, ломил им хорошеньких люлей и разогнал в разные стороны. Вайдман просчитался, рассчитывая ограбить крепкого мужчину и решил не повторять своих ошибок, подыскав более доступную цель. И такая цель нашлась очень скоро. Девушки любят плохих парней и часто расплачиваются за это. 22-летним танцовщицам, американке Джин Де Ковен, пришлось расплатиться жизнью. Оген Вайдман познакомился с Де Ковен в конце июля, прямо на выставке. Заезжая дама была сражена на повал. Назначив свидание на вилле на следующий день, Ковен нашла время чуткануть письмецо в Нью-Йорк. Я только что познакомилась с очаровательным и умным немцем по имени Зигфрид. Может быть, я исполню одну из вагнеровских ролей, кто знает. Я собираюсь встретиться с ним завтра на его вилле в красивом месте, рядом со знаменитым особняком, подаренным Жозефине Наполеоном. Очаровательный и умный немец вырубил девушку смачным ударом молотка по лицу и хладнокровно придушил. Из ее кошелька Вайдман вывозил 430 долларов и 300 франков. Это была первая добыча шайки. Почуяв запах крови и добычи, бандиты уже не останавливались. Впрочем, они стали неразборчиво в методах. Охота на туристов осталась в прошлом. Теперь убивали всех. Шофера Жозефа Кофе расстреляли в упор из револьвера, забрав автомобиль 2,5 тысячи франков. Медсестру Женин Келлер застрелили, заманив пещеру. Драматургу Рожерла Блонду, искавшему помощника в постановке пьесы, грабители представились инвесторами и жестоко убили, взяв большой куш в 5 тысяч франков. Вайдман лично забил до смерти фрица Фромера, своего бывшего товарища по тюремной камере. В конце ноября душегубы расправились с месье Лесобром, риэлтором. С его трупом Вайдман снял все те же 5 тысяч франков. Парижская полиция всполошилась. Детективы подозревали, что в окрестностях города орудует серийный маньяк. Дело было поставлено под особый контроль. И вот появилась первая и, как оказалось, решающая зацепка. Вайдман оставил в офисе убитого Лесобра свою визитку. Фатальная неосторожность. Бандит стал самоуверенным. И эта самоуверенность его изгубила. Полицейские агенты пожаловали к Вайдману, собираясь допросить его как свидетеля. Однако же убийца впал в панику и открыл по незваным гостям беспорядочный огонь из пистолета. Агенты не были вооружены. Но, проявив похвальную ловкость, одному из полицейских удалось потушить Уйгена Вайдмана метким ударом молотка, который по счастливой случайности валялся неподалеку. Попав в руки правосудия, и Вайдман, и его друзья мигом раскололись. Они сознались во всем. Стартовавший в марте 1939 года процесс был не довод. Старая добрая герметина для Вайдмана и его сообщника вираже Мильоне – суровый вердикт суда. Мильона помиловали в последний момент, подарив ему жизнь. Кайзе Вайдмана же решили сделать публичной. Власти рассчитывали преподать преступности урок и запугать тех, кто еще только колеблется перед вступлением на криминальную дорожку. Но, как водится, попытка всех переиграть и сделать как лучше чаще всего заканчивается бесславно. Казнь назначили на 17 июня 1939 года. Уже к вечеру 16 числа все окрестности тюрьмы Сен-Пьер гудели от наплыва народа. Пропустить такое шоу? Нет, это немыслимая глупость. Следуя этой логике, огромные толпы парижской публики оккупировали всеместные бары и кафе. Хозяева питейных заведений подсчитывали рекордный барыш. Когда уже казнят эту сволочь? Разгоряченная ударными дозами алкоголя чернь стала нетерпеливой. Обычно приговоренных к смерти казнят на рассвете, тогда, когда солнце еще только едва показалось над горизонтом, даря свои последние лучи человеку отходящему в иной мир. Ужайтесь, час искупления настал. На этот раз все было по-другому. Полицейские долго не могли очистить площадь, отгоняя зрителей подальше от гильотины. Процедура затянулась, подумывали уже о том, чтобы для успокоения толпы использовать войска. Несколько зевак получили увечащих в страшной давке. И вот, уже при ярком свете июньского солнца, Байдмана подводим к гильотине. Преступник спокоен. Он не устраивает сцен. Палач зафиксировал жертву. Смертонозный механизм приходит движение. Голова отсечена от тела. Толпа с ревом устремляется к гильотине. Кольцо цепления прорвано. И тщетно жандармы пытаются восстановить порядок. Женщины смачивают платки в крови казненного. По старому поверью, этот обряд исцеляет от недуга бесплодия. Щелкают затворы фотографов, они хотят запечатлеть исторический момент в меньшайших подробностях. Момент с казней Ойгена Вайдмана действительно был историческим. Отвратное поведение толпы, скандальная назойливость прессы. Президент Альберт Лебрен был разъярен тем, что акция устрашения превратилась в неприглядное шоу. И шоу это убило по престижу Франции. Отныне публичные казни здесь были запрещены. Уголовник-убийца с немецкими корнями был последним. Но Вайдман не был последней жертвой гильотины. В годы Второй мировой войны гильотина очень полюбилась гитлеровскому рейху. По данным статистики, только в 1944 и 1945 годах нацисты безглавили этим девайсом около 10 тысяч несчастных. В самой Франции масштабы, конечно, были поскромнее. Последним же казненным на гильотине французом был тунисский мигрант Хамида Джандубе. 10 сентября 1977 года его казнили в Марселе за убийство молодой француженки, которую трудолюбивый мигрант склонял к занятию проституцией. На этом эта история заканчивается. Желаю вам не терять головы и оставайтесь с нами.